Волна прошла, последствия остались. В переполненный пруд, который находится чуть выше села, прибывает вода с полей. Новая угроза для нескольких населенных пунктов и Моралиха один из первых по течению. В вопросах о будущем его жители эмоции не сдерживали, но если предотвращать поток дела спасателей, то восстанавливать по дворе приходится самим и надеяться на выплаты. Местная власть рассчитывает получить не меньше 10 тысяч за подтопленный участок, за дом не меньше 50. Это если сравнивать с 2014 годом, как исчислялся денежный эквивалент, как сегодня будут выплаты или не будет, решается на уровне Российской Федерации. Необходимые документы уже отправили в правительство края. Все с фото для непредвзятой оценки. Но в такой объективности Валентина Журавель не уверена, ведь как оценить ее ущерб? Огород как губка. Удастся ли вообще что-то посадить, непонятно. На водяной подушке и дом. Погреб сырой, все овощи в мешках на выброс, а в комнатах сыро и холодно. Все, вверх поднято и не знаю, что ли спускать, то ли не спускать. Здесь и живу, топлю печку, здесь и живу, а куда? Помыли, прибрались, чтобы хотя бы жить как-то можно было. Пока еще как бы ничего не делали. Средств пока нет, чтобы начать что-то. Не знаем, как дальше будет. А дальше семью Ольги ждут аллергии. Стены цветут. Здесь нужны масштабные работы. Заменить штукатурку, пол в комнатах. Немало вложений уйдет на хозяйство. Большая вода унесла половину сена, оставшийся гниет. Тонну овса можно выкидывать. Он пророс. Корова утонула. Она на ноги упала после отела и не вставала. Вода прибывала и все, она захлебнулась. Мы ее купили два года назад за 50 тысяч. В то, что компенсации все-таки будут, жители Моралихи не верят. И поясняют. В 2014 году деньги на восстановление получили уже через несколько дней после наводнения. Но, кстати, и тогда выплаты достались не всем. В поселке Усть-Пустынка семья с ребенком-инвалидом уже 4 года ждет приезда в новое жилье. Экспертиза признала дом непригодным для эксплуатации еще в 2016 году. Жилищный сертификат положен по суду, но с тех пор только трещины разрослись. Чтобы сохранить в таком доме тепло, семья изнутри обшила помещение утеплетелем. Сделали две вот детям и зал. Возможность, насколько была, не до красоты, как говорится, лишь бы лишь бы. Да, на смысл делать, руки опускаются просто. Пока местные власти обещают выплаты и тем, кто потерял скот, куриц, свиней, коров. Компенсировать их потерю планируют по рыночной стоимости. Опять же, если выплаты будут. В таком случае только Игорю Демьянову из Усть-Калманки положено 2 миллиона рублей. Он потерял 73 породистых коровы. Кусту подплыла, барахтается, барахтается, и вот как на рогатке виснет. И вот их все вот в той заболке собрали. Водой также смыло 40 овец и несколько тысяч улей. Станет ли фермер начинать все с нуля, еще думает. Ведь заинтересованности власти в восстановлении сельхозпроизводства пока не видит. Из Барнаула приехала комиссия оценить вот это все дела. И он, который все это составляет, он говорит, мы обязательно приедем, посмотрим, что осталось туда-сюда. Ты нас жди звонка. Вот я жду, до сих пор не позвонил. Ждут выплат жителей 9 территорий края. Краснощоковского, Усть-Калманского, Бийского, Целинного, Черышского, Смоленского, Алтайского, Первомайского и Советского районов. А между тем, на подходе вторая волна паводка, и пострадать от ее последствий могут еще тысячи человек. Анастасия Драган, Валентина Аскерова, Николай Шелко, Алексей Фризин. Наши новости.